Я прошу выйти для церемонии награждения президента холдинга Ассоциации ветеранов Альфа Игоря Александровича Сенина и Ирину Константиновну Кобину, российскую фотомодель, супругу Игоря Александровича. Пожалуйста, Игорь Александрович с супругой просьба пройти на сцену для церемонии награждения. И, напоминаю, что в церемонии также участвует старший судья, главный судья наших соревнований Анатолий Кузьмич Шавин, генеральный секретарь Федерации Годи-Билга Фитнеса Московской области. Итак, только три спортсменки будут награждены. Я объявляю места с шестого по первой. На шестом месте по решению судья спортсменка из Беларуси Елена Львовна номер 126. На пятом месте участница из Астрахани Квардия Уварова номер 21. На четвертом месте спортсменка из Астрахани Анастасия Ахметова номер 125. За третье место награждается спортсменка под номером 130 Валерия Юдина из Москвы. Валерия Юдина – бронзовый призер чемпионата России по фитнесу. Награждает Валерию президент холдинга Ассоциации ветеранов Альфа Игорь Алексеев и его жена Ирина Комина – российская фото-маты. На втором месте по решению судей выигрываются два балла у Валерии. Участница с Украины Татьяна Савицкая номер 128. Татьяна Савицкая, наша гость из Украины, серебряный призер чемпионата Восточной Европы по бодибилдингу и фитнесу категории женщин. Фитнес-класс до 160 сантиметров. Получает награду от Федерации бодибилдинга и фитнеса России, специально изготовленные грамоты и дипломы. Побеждает в этой категории, занимает первое место, участница из Тюмени Наталья Гурьевских номер 127. Наталья Гурьевских чемпионка по фитнесу среди женщин категории до 160 сантиметров. Награждение за первое место Наталья Гурьевских. Награждается также тренер Евгения Колотова. Я прошу Евгения Сидоровича пройти на сцену. Тренер Наталья Гурьевских награждается специальной медалью Евгений Сидорович Холтон. Получает награду из рук президента холдинга Ассоциации ветеранов Альфа Игоря Александровича Синина за воспитание чемпионки. И фотография на память, пожалуйста, сильнейшие спортсменки фитнес-класса России до 160 сантиметров. Игорь Александрович Сидин, Ирина Комина, его жена Ель, Евгений Колтун, тренер чемпионки. Еще раз напоминаю, что Наталья Гурьевских получает право бороться за звание абсолютной чемпионки по фитнесу среди женщин. Итак, я прошу уйти на сцену для церемонии награждения мужчин категории до 95 килограммов. Прошу встать за подиумом. Напоминаю, что у нас соревновались 15 спортсменов. Я прошу уйти на сцену для награждения спортсменов представителя клуба спортивных развлечений «Докопарк» Дениса Краснова и президента федерации бодибилдинга и фитнеса Московской области Юлия Мельникова. Пожалуйста, Юрий Мельников, Денис Краснов. Прошу пройти на сцену для церемонии награждения мужчин категории до 95 килограммов. Напоминаю, что наши спонсоры официально спонсор компания «Виллайт Индастрил Групп», руководитель Роман Владимирович Широков, наш спонсор клуб спортивных развлечений «Локопарк» и информационные спонсоры журнала «Культура тела», «Качай москулы» и «Железный мир». Сейчас мы ждем результатов судейства. Я прошу Дениса Краснова подойти сюда для награждения традиции. На пятнадцатом месте спортсмен с Хабаровской Якова, причинок номер 188. На четвернадцатом месте по решению судей участник из Мурманской констати Баянди, номер 185. На тринадцатом месте по решению судей участник из Омска Евгений Спиридонов, номер 180. На двенадцатом месте спортсмен из Украины Сергей Бабчук, номер 189. Одиннадцатое место участник под номером 178 Вадима Баяшинова из Бирми. На десятом месте по решению судей спортсмен из Брянска Генрих Стасилович, номер 190. На девятом месте участник из Кабардино-Балкарии Рамзес Трехадуков, номер 175. На восьмом месте спортсмен из Нижнего Новгорода Алексей Кошелев, номер 179. На седьмом месте по решению судей участник из Москвы Герман Шелест, номер 184. На шестом месте спортсмен из Беларуси Виталий Рудаковский, номер 182. На пятом месте спортсмен из Москвы Владимир Агринский, номер 200. На четвертом месте участник из Санкт-Петербурга Алексей Шихмин, номер 183. За третье место награждается спортсмен из Калининграда Роман Плачинто, номер 177. Роман Плачинто, номер 177. Всего лишь один балл он проиграл спортсмену, который стал вторым. Итак, на третьем месте Роман Плачинто из Калининграда. На втором месте спортсмен под номером 187 Юрий Науменко с Украины. Юрий Науменко, Украина. Второе место. Выигрывает у Романа Плачинто всего лишь один балл. На первом месте по единогласному решению судей спортсмена Санкт-Петербурга Павел Кириленко, номер 181. Павел Кириленко, чемпион категории до 95 килограммов. Еще раз напоминаю, что награждение участвует представитель клуба спортивных развлечений «Локопарк» Денис Краснов и президент федерации бодибилнга и фитнеса Московской области Юрий Мельников. Я прошу оба тренера Павла Кириленко подняться на сцену для получения награды. Он написал двоих тренеров. Пожалуйста, кто-нибудь один. Или Борис Васильев, или Кириллов. Кириллов, просьба подняться на сцену для получения медаля. Пожалуйста. Спасибо зрителям! Кубок за первое место. Итак, кубок за первое место получает чемпион Павел Кириленко из Санкт-Петербурга. Фотография на память. Спасибо. Прошу спортсмена пройти за кулис. Напоминаю, что Павел Кириленко будет бороться за звание абсолютного чемпиона спустя недра. Просьба поднять сюда Елену Давыдову и Нину Абрамову для награждения женщин категории до 167 см. Наши замечательные спортсменки проучаствуют в награждении. Нина Абрамова, многократная чемпионка России по фитнесу. И Елена Давыдова, чемпионка Европы, вице-чемпионка мира по бодибилдингу, спортсменка из Тюмени. Участвует в награждении. Кроме того, помогает обглавный судья наших соревнований. Итак, по результатам выступлений. На пятом месте, по решению судей, спортсменка под номером 134 Наталья Михайлова из Приморского края. Аплодисменты участнице. А на четвертом месте, участница под номером 137 Людмила Сомкина из Санкт-Петербурга. На третьем месте, после решения судейских коллеги, на третьем месте, Светлана Кочкина из Челябинска. Номер 136. Бронзовый призер наших чемпионатов. Светлана Кочкина из Челябинска. На втором месте, по решению судейской коллеги, спортсменка из Санкт-Петербурга, Ирина Красина, номер 138. Ирина Красина, вторая серебряная призер нашего чемпионата. Аплодисменты участнице. Аплодисменты участнице. Аплодисменты участнице. Светлана Кочкина. Никогда. Лайф из Челябинска. 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 Серебряный призер нашего чемпионата, спортсменка из Санкт-Петербурга, Ирина Красина. На первом месте, по решению судейской коллеги, спортсменка с утроины, Маргарина Белицкая, номер 139. Она становится победительницей чемпионата Восточной руке по бодибилдингу и фитнесу, который проходит здесь, в Москве. Давайте поаплодируем замечательным девушкам, которые стоят на сцене. Напоминаю, что Маргарита Белинская получает право бороться за звание абсолютной чемпионки Восточной Европы по бодибилдингу и фитнесу. Итак, фотографы направят Елена Давыдова и просьба выйти тренера чемпионки, пожалуйста, Маргарита Белинская, если присутствует ее тренер, просим выйти на сцену для награждения. Я думаю, что спортсменка передаст модель своему тренеру. Пожалуйста, просьба тренера выйти на сцену. Давайте поаплодируем тренера чемпионки. АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Булаус, спасибо за воспитание чемпионки и спасибо за то удовольствие, которое он многоставил ему своей прекрасной формой. Спасибо участницам, я прошу пройти за кулисы. Напоминаю, что у нас определился второй участник абсолютной операции по фитнесу. Мужчины рисовой категории свыше 95 килограммов. Прошу спортсменов выйти на сцену для представления. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Представляю участников. Номер 97 Сергей Козин, Свердловская область. Номер 98 Владимир Сопов, город Орел. Номер 99 Андрей Попович из Москвы. Номер 176 Дмитрий Голубочкин, Москва. Номер 186 Алексей Демчук, Украина. Номер 193 Вадим Скорняков, Санкт-Петербург, выступает в личном зачете. Номер 195 Максим Максимов из Самары. Номер 196 Александр Федоров, Санкт-Петербург. Номер 197 Роман Салун, Москва. Номер 198 Сергей Сериков, из Москвы. Номер 199 Вячеслав Пиликов, Санкт-Петербург. Прошу спортсмена сделать. Минуточку. Номер 27, 98, 99, 176, 186. Остаются на подиуме, остальные спускаются вниз. Оценка пропорции. Прошу всех остальных спуститься вниз. До номера 186 на подиуме, остальные спускаются вниз. Оценка пропорций. Серега, молодец! Серега, молодец! Поворот спиной к суде, пожалуйста. Садница, Серега! Поворот лицом. Мужчина категория свыше 95 килограмм. Прошу спортсменов спуститься вниз и подняться наверх. Следующая группа участников, пожалуйста. Номер 193, 195, 196, 197, 198, 199. Прошу спортсменов спуститься вниз и подняться наверх. Оценка пропорций. Поворот спиной. Пожалуйста, поворот спиной. Поворот лицом. Прошу спортсменов пройти за кулис и приготовиться к выступлению с произвольной программой. Провожаем их аплодисментами. Соревнования начались. Первый выступлый участник, представляющий Свердловскую область, у нас города Новоуральска. Занимается в спортивном клубе «Кедр» на протяжении 10 лет под руководством Олега Тодорова. Лучшее достижение – 5-е место на Кубке Восточной Уропы в 2003 году. Сергей Кузин, номер 97. Лучшее достижение – 5-е место на Кубке Восточной Уропы в 2003 году. Лучшее достижение – 3-е место на чемпионате Москвы в нынешнем году. Андрей Попович, номер 99. Кубка Восточной Уропы. Покур컫. Что-то, конечно, вы34-е, которое выкинул. Ils должны ненежные к σу В Москве весит 113 килограммов почти, занимается 16 лет. Работает, тренируется в клубе Марка Аврелии. Лучшее достижение абсолютный чемпион Москвы 2000-2001-2002 годов, вице-чемпион России 2002 года. Занимается самостоятельно Дмитрий Голубочкин, номер 176. Занимается самостоятельно Дмитрий Голубочкин, номер 176. Дмитрий Голубочкин, номер 176. Дмитрий Голубочкин, номер 176. Субтитры создавал DimaTorzok Его произвольная программа Следующий участник Наш гость с Украины Он мастер спорта Украины по бодибилдингу Занимается в клубе «Факел» На протяжении пяти лет Под руководством тренера Александра Соловьева Чемпион Украины 2002-2003 годов Мастер спорта, как я уже сказал Алексей Джимчук, номер 186 Номер тренера Тренируется на протяжении Десяти лет Хобби, шоу-бизнес Вадим Скорняков, номер 193 «Факел» Активно, очень сильно Эта форма всех девчон Ароматный и приятный Поручаю я за джо Я влиялый и забритый Очень рад и молодец Для девчонок Забрит я и лучше В мире лети нет Просто растет вам по тропе Кончики мои не спущи Путица прыгает со мною Выше кожи не в ничьи Я шоколадный заяц Я расправил без зависть Я сладкий на все сто Я шоколадный заяц Я шоколадный заяц Я сладкий на все сто Спасибо Вадим Скорняков из Санкт-Петербурга Следующий спортсмен Он побоялся Следующий спортсмен Представляет клуб Он работает Тренируется в клубе Супермен В городе Самара Работает охранником Тренируется под руководством Андрея Абрамова На протяжении 7 лет Лучшее достижение Второе место В категории Свыше 90 килограммов На чемпионате Поволжья Хобби воспитания сына Весит на наших соревнованиях Не указал сколько Максим Максимов Номер 195 Я хочу общего ему Как по поводу связи Понятно Где твоя грудь, брат? В категории он похудел на 18 килограммов И весит ска 28 Абсолютный чемпион Европы нынешнего года Занимается под руководством своего отца И Александра Юшневского На протяжении 11 лет Хобби автомобиля Александр Федоров Номер 196 Сая лучшая! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Из Москвы Он работает персональным тренером в клубе Premier Sport Занимается самостоятельно на протяжении 8 лет Вице-чемпион Москвы нынешнего года Роман Салун, номер 197 Весит 108 килограммов Субтитры создавал DimaTorzok Весит 108 килограммов Граммов 11 спортсменов Последняя сегодня категория для судейства Напоминаю, что впереди у нас абсолютная переноска по Финнесу среди женщин И абсолютная переноска среди мужчин Прошу встать перед подиумом Да, 11 человек перед подиумом В просьбах судей Присылать свои заявки для сравнения Напоминаю, что перед нами спортсмены под номерами 97 Сергей Козин 98 Владимир Сопов 99 Андрей Попович 176 Дмитрий Голубочкин 186 Алексей Демчук 193 Владимир Скорняков 195 Максим Максимов 196 Александр Федоров 197 Роман Салун 198 Сергей Сериков И 199 Вячеслав Пиликов Первое сравнение для судей Номер один Участники под номерами 176, 196, 199 Пожалуйста, прошу выйти вперед Судя номер один Это ближе сюда ко мне Пожалуйста, 4 шага вправо Ближе сюда, но пресса и бедра Спасибо Номер 196 занимает место среди спортсменов Просьба переместиться на левый край сцены Для судей номер 9, пожалуйста Широчайшую Спасибо Бицепс сбоку Следующее обязательное положение Бицепс сбоку Спасибо Двойной бицепс сзади Следующее обязательное положение Двойной бицепс сзади Итак, мы ждем заявок судей Пожалуйста, судей Если у вас есть вопросы Присылайте сюда записки С пожеланиями для сравнений Обнимите, пожалуйста, сзади вопрос Ставим мы с тобой Ставим мы с тобой Добрый вечер Итак Мы ждем сравнения от судей Ждем сравнения от судей Мы не ждем Добрый вечер 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 Спасибо. Прошу спортсменов пройти за кулисы Подожкищенко, Омская область. Номер 142 Светлана Силаткова, Санкт-Петербург. Номер 143 Ирина Валентинова, Новосибирск. Номер 144 Наталья Качакова, Омская область. Я также прошу пройти на сцену Леонида Остапенко и Ирину Харькову для церемонии награждения. Пожалуйста, Леонида Остапенко. Юрий Юра, Анатолий Кузьмич не дает добро, почему бы. Номер 139. На пятом месте участница из Новосибирска Ирина Валентинова, номер 143. На четвертом месте по решению судей спортсменка из Новосибирской области Татьяна Тищенко, номер 141. За третье место награждается спортсменка под номером 140 Налузина из Краснодара. Третье место на чемпионате России по фитнесу. На втором месте по решению судей участница под номером 144 Наталья Качакова, Омская область. Серебряный призер наших соревнований. Наталья Качакова из Омска. Побеждает в этой категории женщин фитнес рост выше 167 сантиметров спортсменка из Санкт-Петербурга Светлана Силакова, номер 142. Светлана Силакова, чемпионка России по фитнесу в категории выше 167 сантиметров. Я прошу подняться также тренера Бориса Васильева на сцену для получения медалей за воспитание чемпионки. Борис Васильев, тренер Светланы Силаковой, получает награду от Федерации плодивинга фитнеса России. Напоминаю, что денежные призы обеспечены нашими спонсорами. Среди них наш официальный спонсор – компания «Виллар Кандастин Групп». Роман Владимир Широков, ее руководитель этой компании. Наш спонсор – клуб спортивных развлечений «Локопарк». Информационный спонсор журнала «Культура тела», «Качай мускулы» и «Железный мир». Борис Васильев награждается медалью за воспитание чемпионки. Фотография на память. Леонид Остапенко, Ирина Харькова, Борис Васильев и сильнейшие спортсменки России. Леонид Остапенко, Ирина Харькова, Санкт-Петербург. Просьба встать лицом студент. Леонид Остапенко, Ирина Харькова, Борис Васильев и сильнейшие спортсменки России. Итак, поворот направо. Пожалуйста, поворот направо. Абсолютное первенство среди женщин по фитнесу. Поворот направо. Поворот направо. Поворот направо. Поворот направо. Поворот направо. Поворот направо. Поворот лицом к судьям. Я прошу спортсменов сделать два шага назад, спуститься с подиума и сдать сзади посредине подиума, подождать решение судей. Останавливается Светлана Силакова, номер 142, Санкт-Петербург. Светлана Силакова, абсолютная чемпионка России, абсолютная чемпионка Восточной Европы по фитнесу. Поздравляем спортсменку. Еще раз поздравляем ее от тренера Бориса Васильева. И награда от Федерации плодибилдинга и фитнеса России, специально изготовленная скульптура. Светлана Силакова, абсолютная чемпионка Восточной Европы и чемпионка России, абсолютная чемпионка России по фитнесу. Аплодисменты чемпионке. Попович, Дмитрий Голубочкин, Алексей Демчук, Вадим Скорняков, Максим Максимов, Александр Федоров, Роман Солун, Сергей Сириков, Вячеслав Пириков. Я прошу выйти сюда для награждения спортсменов Владимира Литвинова и Владимира Кашанского. Пожалуйста. А, Аркадия Кашанского. Почему-то у меня написано Владимир. Я думал, что это двойник. Аркадий Кашанский, судья с Украины и Владимир Литвинов. Участвует в награждении спортсменов. На 11 месте по решению судей спортсменов Сомары Максим Максимов, номер 195. А на 10 месте по решению судей спортсменов города Орел Владимир Соков, номер 98. 9 место у спортсмена под номером 193 Вадима Скорнякова, который выступает в личном зачете. На 8 месте спортсмен из Москвы Роман Солун, номер 197. На 7 месте участник из Москвы Сергей Силиков, 198. На 6 месте спортсмен из Москвы Андрей Попович, номер 99. 5 место у спортсменов Сильверской области Сергея Козина, номер 97. На 4 месте спортсмен из Украины Алексей Демчук, номер 186. За 3 место награждается спортсмен из Москвы Дмитрий Голубочкин, номер 176. Дмитрий Голубочкин, бронзовый призер чемпионата Восточной группы по бодибилдингу и фитнесу и бронзовый призер чемпионата России по бодибилдингу. Награждается медалями диплома Госпорта России, медалями Федерации бодибилдинга и фитнеса России, специально изготовленными кубками и денежным призом от наших спонсоров. На 2 месте по решению судей спортсмен из Санкт-Петербурга Вячеслав Пиликов, номер 199. Вячеслав Пиликов, Санкт-Петербург, 2 место серебряный призер чемпионата Восточной группы по бодибилдингу и фитнесу. Кто-то из зрителей уже догадался, что чемпионом становится спортсмен из Санкт-Петербурга Александр Федоров, номер 196. Александр Федоров чемпион России, чемпион Восточной Европы по бодибилдингу. Среди мужчин категория свыше 95 килограммов. Награду также получает его отец, его тренер, Анатолий Федоров. Анатолий сейчас не в Москве, поэтому я предлагаю передать награду Александру. Награда для тренера, для Александра и фотография на память. Александр Федоров, Вячеслав Пиликов и Дмитрий Голубочкин. Я напоминаю, что поделились участники абсолютного первенства. В абсолютном первенстве участвуют следующие спортсмены, прежде всего, кто его судит. Абсолютно первенство судей следующие. Номер один Костев, номер два Бесперстов, номер три Смоляков, номер четыре Шелестов, номер пять Куфтырев, номер шесть Кашанский, номер семь Аржатников, номер восемь Катулин, номер девять Бекмурзов и номер десять Шаповалов. Номер один Костев, номер два Бесперстов, номер три Смоляков, номер четыре Шелестов, номер пять Куфтырев, номер шесть Кашанский, номер семь Аржатников, номер восемь Катулин, номер девять Бекмурзов, номер десять Шаповалов. И я прошу судей заполнить протоколы тех спортсменов, которые сейчас появятся на сцене. Номер тридцать три Максим Серов, Санкт-Петербург, категория шесть пять килограммов, номер сто один Василий Гарбузов, Брянская область, категория до семидесяти, номер сто девятнадцать Тагиль Фухрудинов из Селерной Осетии, категория семиспять килограммов, номер сто пятьдесят пять Дмитрий Поляков из Смоленска, категория до восьмидесяти, номер сто семьдесят четыре Сергея Дмитриева. В категории 87,5 килограммов из Новосибирска Номер 181 Павел Кирилянко, Санкт-Петербург, набор В категории до 95 килограммов Номер 196 Александр Федоров, Санкт-Петербург, свыше 95 килограммов Итак, перед нами участники абсолютного первенства Я прошу судьи быть внимательными Итак, перед нами семь спортсменов Я прошу судьи быть внимательными Оценка пропорций Поворот спиной, пожалуйста Поворот спиной к сведению Мне интересно, когда-нибудь в бодибилдинге Не будут дисквалифицировать за большую массу мышечную Поворот лицом к судьям, пожалуйста Двойной бицепс спереди, пожалуйста Двойной бицепс спереди Мужчина абсолютное первенство Двойной бицепс спереди Широчайший Двойной бицепс спереди Спасибо, бицепс сбоку Следующее обязательно положение Бицепс сбоку Двойной бицепс сзади Следующее обязательно положение Двойной бицепс сзади Спасибо Широчайший Следующее обязательно положение Прицепс Следующее обязательно положение Прицепс Пресс бедра Последнее обязательно положение Мышцы брюшного пресса и бедра Спасибо Сейчас минута свободного позирования Судьи задают протоколы Просьба зрителям наслаждаться Последними минутами общения со спортсменами Минута свободного позирования Я хочу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо Спасибо Я прошу для награждения абсолютного чемпиона Остаться на сцене Владимира Ивановича Дубинина И подняться на сцену Сергея Шелестова Сергей Шелестов Прошу тратить на сцену Для награждения абсолютного чемпиона Напоминаю, что У нас завершено абсолютное первенство Сергей Шелестов Чемпион мира Владимир Иванович Дубинин Президент федерации бодибилдинга и фитнеса Прежде чем будет объявлен абсолютный победитель Мы бы хотели вручить Александру Анатольевичу Федорову Удостоверение мастера спорта России Международного класса по бодибилдингу Которое получено буквально только что в госком спорте Поздравляем Александра с присвоением звания Мастера спорта международного класса по бодибилдингу Вы так будете на классном решении студии Абсолютным чемпионом России Нынешнего года становится спортсмен из Санкт-Петербурга Александр Федоров номер 196 Абсолютный чемпион России Абсолютный чемпион Восточной Европы По бодибилдингу среди мужчин Александр Федоров Напоминаю, что Александр Федоров Примет участие В Гран-при России Здесь в Москве в 31 октября Приедут спортсмены после Олимпии После турнира Мистер Олимпия Кстати, хочу вам напомнить, что в эти выходные Как раз сегодня завершается турнир Мистер Олимпия в Лас-Вегасе Пожалуйста, залезайте в интернет Узнавайте, кто каким стал Что? Колман выиграл Колман выиграл Второй Катлер Кто третий? Итак, второй Катлер Первый Колман И фотография на память У нас остался в неразыгранном еще один приз Приз прогресса, который вручает президент Фотография на память Александр Федоров Абсолютный чемпион России по бодибилдингу Заживист шелеста, чемпион мира И Владимир Иванович Дубилин, который вручает свой приз Приз прогресса По решению президента Этим призом награждается Московский спортсмен Виктор Шамин Аплодисменты выдающемуся Замечательному юниору Который успешно выступает Не только среди юниоров, но и среди взрослых Виктор Шамин Прошу выйти на сцену Для получения приза Приза прогресса Получает его тренер и отец Анатолий Шамин Надеемся, что он передаст эту пресс-сцену Виктору Итак, спасибо всем, дорогие друзья Наши соревнования завершены Спасибо вам за внимание С вами был Александр Назаренко Ждем вас на следующих турнирах Всего хорошего Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...